Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим три очень простые закуски к праздничному столу. Готовы? Поехали! Итак, закуска номер один. Готовим пирожные с лососем. Для этого вам потребуется лосось слабой соли, тарталетки для икры, бескостные оливки, лайм, сливочный сыр, сливки 33%, ну и пару пищевых красителей. Первым делом взбиваем 33% сливки до острых пиков. Затем туда же добавляем сливочный сыр. Его должно быть в два раза больше, чем сливок. И взбиваем. Берем половину крема, смешиваем с желтым красителем и убираем в кондитерский мешок. Вторую половину крема смешиваем с розовым красителем и также убираем в мешок. У нас получилось два мешка с кремом. Берем третий кондитерский мешок, вставляем в него насадку и оба наших мешка с кремом. Лосось слабой соли нарезаем на мелкие кубики. Лайм нарезаем на небольшие сегменты. Раскладываем в тарталетки, оливки, лосось слабой соли и выдавливаем крем, как на пирожное. Украшаем кусочком лайма. И все, пирожные с лососям готовы. Эта, казалось бы, простая закуска 100% удивит всех гостей. Закуска номер два. Готовим канапе из грейпфрута и сыра. Для этого вам понадобится самый обычный плотный сыр. Я взял моцареллу. Также сахарный песок и, конечно же, грейпфрут. Ну и газовая горелка. Нарезаем сыр треугольниками толщиной в полтора сантиметра. Затем режем грейпфрут пополам и далее на сегменты. Обязательно срезаем при этом кожуру. Кусочки грейпфрута должны быть не меньше сыра. Обваливаем грейпфрут в сахаре и выкладываем на сыр. Карамелизуем сахар с помощью газовой горелки. При этом лучше стараться не направлять огонь на сыр и не держать пламя на одной точке. Вставляем шпажки и все. Канапе с грейпфрутом и сыром готовы. Это, казалось бы, простая закуска. Довольно-таки вкусная. Попробуйте. Закуска номер три. Готовим бутерброды с беконом и соусом гуакамоле. Для этого вам потребуется бекон-сыр копченый, соус гуакамоле, как его делать, вы можете посмотреть на моем предыдущем ролике, свежий базилик и обычный багет. Для начала слегка обжариваем бекон. Это нужно только для того, чтобы вытопить лишний жир и усилить аромат. Тут главное не переборщить. Нарезаем багет на небольшие шайбы. Бекон тоже режем некрупными кусками. Теперь на кусок багета выкладываем горочкой соус гуакамоле, прикрываем кусочками бекона и украшаем листом базилика. Повторим еще раз. Багет, гуакамоле, пару кусочков бекона, базилик. Вот так и получается. Наши бутерброды с беконом и гуакамоле готовы. Улучшить их можно, лишь обжарив багет на сливочном масле. Тогда будет вообще пушка. Вы можете замиксовать все закуски на одной тарелке, и это будет просто бомбически вкусно и красиво. Обязательно попробуйте! А с вами была студия, ты шеф, и я, Сергей Качан. До встречи!